Еще говорят, надо привезти иностранцев, инвесторов, надо их сюда привезти, они построят. Они сюда придут. К примеру, вот принято мною решение в Гродно будущем, мы строим новый азотный комбинат. Спрос на азотное удобрение очень высокий. И что вы думаете? Конкурс. Все готовы прийти и построить. И даже за свой счет, за свои деньги. Ну что они просят? 50 лет никаких налогов платить не будем. Короче, что хотим, то и воротим, налоги платить не будем. Ну и зачем нам такие производства сегодня? Мы должны сами строить свои производства, ставить их в ряд, они должны платить налоги государству. То есть в основном вы сидящие здесь и учителя, и врачи, и прочие, вы же бюджетники. А нет налогов, нет заработной платы. Поэтому нам надо аккуратнее быть сегодня и с иностранными инвесторами. Надо поддерживать своих. Насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов. Но вы должны сами вкладываться. Если вы хотите и что-то толковое предлагаете, и это нам нужно, мы будем с вами сотрудничать. Но это не значит, что мы не будем создавать новые производства. А мы их и создаем. Только это очень сложно и очень дорого. Например, тот же IT-парк. Мы создавались с нуля. И только я знаю, чего это стоило. И заслуга не тех вот, кто там бегает и кричит, я, я, я там что-то создал, чуть в тюрьму не сел в свое время. Нет, это заслуга самих айтишников. Последний декрет, который я подписал, это, ко мне обратились, не буду называть фамилии, принесли документы. Я честно говорю, не глядя их подписал. А что там глядеть было? Вопрос стоял так, или будем мы это иметь, или не будем иметь, оно так и будет, как сейчас. Но они ответственно к этому подошли. Сами айтишники. И они сегодня работают благодаря принятым этим решениям. Поэтому никто тут великий в себя не должен мнить из себя великого человека, что он чего-то там сделал великое. Это сделали айтишники. И я благодарен им, что они порядочно поступили.